Всем привет, это студия Хорошее настроение. Сегодня вторник, 5 июля, и как здорово, что праздники у нас не заканчиваются никогда. Только что белорусы отпраздновали День независимости, и вот уже на подходе очередные гуляния, на этот раз Купальские. И накануне традиционного праздника к нам заглянули режиссер Республиканского театра белорусской драматургии Светлана Науменко. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Руководитель заслуженного любительского коллектива гостиниц Елизавета Петровская. Доброе утро, Елизавета Светлана. Здравствуйте. А также участницы коллектива Виктория Ментюк. Здрасьте, Виктория. Доброе утро. И Ирина Школина. Ирина, доброе утро. Здрасьте. Давайте поговорим о том, что каждый год практически в последнее время и театр, и коллектив, ансамбль, и гостиница радуют своих зрителей на Купале какой-то особой программой. Светлана сразу серьезное лицо, как режиссер, абсолютно все в свои руки. Расскажите нам об этой программе. Вот посмотрите, Купале один из самых любимых праздников у белорусов. И он такой мистичный, красивый. Обратите внимание, повсеместно празднуют. И каждый год какие-то новые обряды, вернее возрождаются старые старинные обряды. Но в этот же день родился замечательный белорусский поэт, народный поэт Беларуси Янка Купала. И я думаю, что он не случайно взял себе этот псевдоним Купала, потому что он мистичен. В его произведениях лес, судьба, нечто неизбежное. Ну и мы решили вот это для тех горожан, которые не уезжают туда, в красивые места, на озера, этот праздник сделать у нас в театре. Это уже традиция. Мы третий год подряд празднуем Купалу, святкуем Купале разом с Купалом. А вот эта вот идея, святкуем Купале разом с Купалом, как она вообще зародилась? Именно от того, что хотелось, чтобы праздник для наших зрителей был праздник и самый замечательный праздник Купальский, народный праздник, обрядовый. И в этот день мы показываем спектакли или о Янке Купале, то, что будет у нас в этот раз, это документальная аллегория «Круги рая», о жизни Янки Купалы. В прошлом году была «Одвечная песня», то есть либо произведение Янки Купалы, либо о нем. Ну и вот в течение года мы подбираем, смотрим, отслышиваем лучшие коллективы нашей страны. И сегодня вот у нас будет раковский гостиниц, но они очаровательные. Во-первых, они какие-то неимоверные победители всех конкурсов, они очень красивые, как ну просто какая-то шляхта приезжает. Я думаю, это будет украшением нашего театрального праздника 6 июля. А скажите, пожалуйста, Елизавета Станиславовна, а вы согласились, как вот, с удовольствием? Я так понимаю, что в принципе это время такое насыщенное для вашего коллектива, да, поскольку вы, ну говоря терминами, специализируетесь на обычаях, на традициях. Насколько вам интересно участие в такой программе? С дятейства люблю театр и Янку Купалу. Вообщем понятно. Очень краткий, челаконичный ответ. Нет. Вы уже сказали о том, что вы на протяжении года смотрите, отсматриваете какие-то коллективы, подбираете информацию. То есть программа каждый год меняется, да? Да. Название только остается. Наш зритель, наши зрители как-то вот они уже даже привыкают и ждут этот праздник. И это в какой-то степени, это могут быть одни и те же зрители, которые каждый год приходят к нам в этот день. Поэтому мы меняем программу, меняем и спектакли, меняем и наших приглашенных гостей. Это не просто так вот музыка, песни, спектакль. Это целый такой будет даже в какой-то степени перформанс. Ведь внизу будут встречать с Воложенской горячей водой и салом. Горячая вода. Горячая вода. А, все понятно. Все будут веселые, счастливые. Будет музыка, замечательные музыканты, гостинцы будут перед спектаклем. Вот Елизантина Станиславовна со своими ребятами делает такую театральную интермедиу обрядовую. Юноша, девушка, как бы это обряд, ночь купальская. И потом сразу идет спектакль. Мы рискуем в самых совершенно свободных формах. Так это же здорово, это же здорово, когда театр, может, театр, в принципе, на то и нацелен, чтобы экспериментировать, показывать что-то интересное. Но есть что-то в программе незыблемое, что остается каждый год всегда? Во-первых, это спектакль Янки Купалы или О Купале. И у нас третий год подряд замечательный совершенно музей Янки Купала привозит выставку. Не одну и ту же, а выставку. И вы знаете, когда вот сейчас ты будешь смотреть спектакль о Янке Купале, а когда ты видишь его настоящую рубашку, там часть костюма, гардероба, его рукописи, это так действует, потрясающе. Потрясающе. Мне кажется, что в этот день он с нами. Коллектив гостиниц. Своего рода, конечно, уникальный. И правда, что его история началась с обычного домашнего семейного коллектива. На початку были, можно сказать, три сестры и сябруки, которые жили у Ракови. Вот мы спевали разом. Поехали на конкурс. Перемогли от разом. На конкурсе аминной творчести в Дзержинку. И нам пропоновали, чему к вам не створись коллектива. Ну, и мы стали створать такие объемные коллективы. Стали долучаться на вязковые. Потом дети, которые были у нас, подросли наши, суседские, суседних вязок. И так вот наращивался, наращивался коллектив и дорос до 23 человек. Ну, может быть, на отборе. Белорусы, впрочем, как и многие, наверное, другие нации, хорошо устроились. Да, окружили себя праздниками со всех сторон. Хорошо. Особливо в нашем регионе. У нас живут и православные, и католики. Починают гулять католики, и потом вот мы... Коляды у нас месяц. И не остановить, да. Девушки, у меня вопрос к вам. Есть такое мнение, стереотип, что люди приходят в фольклорные коллективы, уже вот уходят на пенсию и уже отдаются полностью искусству, творчеству. Молодым вроде как некогда. И тема такая, когда вот к этому надо прийти, как душевно, да, духовно. Что вас потянуло вот в эту тему? Ну, вот лично меня потянуло купалье. Первый раз я познакомилась с гостинцем, как с коллективом. Когда сама приехала на купалье, и оно настолько осталось у меня в сердце, что пришлось уже как-то... Остаться в гостинце, да? Да, остаться в гостинце в коллективе. Конечно, мы пропонували, Ирина любезно сгодилась, и всё, и она теперь знала. Виктория, ну а ваше каково мнение? Я даже не знаю, как-то с детства родители привели к этому. Это был как не то чтобы кружок, но какое-то занятие. Мне кажется, это очень интересно и полезно как-то развиваться не только в одну сторону, в определённой, в том числе и в фольклорную какую-то часть. Что касается Воложинского района, вот чем Воложинский район вообще выделяется по своему традиции? Ну, возьмём песни, какие-то обряды, опять же, костюмы. Вы сейчас вообще в Воложинских костюмах или нет? В Воложинском костюме я. Так. Вот, ну это с оправдой. Мы вельми шмат попрацевали для того, как раздобыть вариант своего костюма. Наш костюм – это вариант вилейского строя. Вот, а колеси её на углу назывался вилейский строй. А нам, по счастью, было бачить фотосдымки графа Тышкевича, который мил майонтки на нашей территории. И он был таким заузятым аматором фотографии. И он сдымал людей, вязковых, звычайных, простых людей. Такие ставили постановки у народного модения. Конечно. Особенно вот такие вот детали мелкие, которые вот не пуговицы, да? А как вот называется вот то, что вот здесь, который скрепляет ворот чуть ниже разреза? Это фибула. Однако эта фибула мая короней больше глубокая и старичная, на сегодняшний полоцкое князство, да, балтов и кривичок. То есть это больше старожитное. Ну, вельми сручно. Скажем так, головный убор, это как бы пашпорт женщины, многие так кажут. Одразу можно сразуметь, это женщина замужем, не замужем, ее все, ее дети, из какого рена региону. Удивительно, конечно. Ну, этой теме можно посвятить просто не отдельную программу, отдельный цикл программы. Мы вернемся все-таки к купалью. И, коль она у нас уже вот-вот-вот прямо вот на носу, может быть, что-нибудь исполнить? Купальскую песню. Купальская. Купал, купал, ночка, где ночи ночевала? Купал, купал, ночка, где ночи ночевала? Ночевала ночка, Бога на краю ночи. Купальская. 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 Если уже проводить какие-то аналогии. Купальская. 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 Субтитры создавал DimaTorzok